Всем привет! Вы на канале Собервижн. Сегодня поговорим о диапаузе у панирин. Все мы знаем, что большинство муравьев из России требуют зимовки. В интернете много информации о том, что это такое и как ее проводить. Но зимовка это и есть не что иное, как зимняя диапауза. И как нам сообщает биологический энциклопедический словарь, диапауза – это период временного физиологического покоя в развитии и размножении. Характеризуется резким снижением интенсивности метаболизма и остановкой формообразовательных процессов. В северных широтах характерна зимняя диапауза, а в районах с теплым засушливым климатом – летняя. Начало и окончание диапаузы регулируются гормонами, а также длиной светового дня, температурой и влажностью среды. Может также регулироваться и качеством пищи. Переход к ней сопряжен с повышением устойчивости организмов к экстремальным воздействиям внешней среды. Она длится, как правило, несколько месяцев. Сейчас у меня как раз пробковые муравьи находятся на зимовке. Как только этот процесс завершится, поделюсь своим опытом проведения зимовки. Но сегодня разговор пойдет о тропических видах, о панеринах. К сожалению, нигде в интернете я не сталкивался с понятием диапаузы у этих муравьев. Пришлось это прочувствовать на личном опыте. У меня сейчас 4 колонии панерин. Это диакамы, винаторы, пожарники и капканы. Все началось с того, что я решил переселить диакам в новый формикарий. Первый формикарий был с самого начала. И вот уже год. И стал порядком загажен. Наблюдать в нем за муравьями стало тяжело. Я отключил от него арену и между старым формикарием и ареной подключил новое гнездо – формикарий Москва. Уже к моменту переселения я стал обращать внимание, что количество коконов заметно сократилось. Да и личинок с яйцами не было видно. После подключения нового гнезда я дал муравьям освоиться примерно две недели. Чтобы процесс переселения пошел быстрее, не увлажнял старый формикарий. Но подождав пару недель, я решил действовать. Не стал ждать. Конструкция занимала много места и мешала. Пришлось действовать радикально. Вначале я постукиванием выгнал муравьев из последних трех камер и через входное отверстие заткнул им доступ к последним камерам ваткой. Затем я открутил несколько крайних болтов. И, вы знаете, ребята, у акрила есть одно очень нехорошее свойство. При воздействии влаги он начинает деформироваться. Это никак не проявляется, когда у вас гнездо скручено из нескольких пластин. Но вот если вы решите на арене из акрила устроить полюдариум с кучей растений и повышенной влажностью, вы увидите, как стенки и крышка изогнутся. Так вот, когда я открутил крайние болты, верхнее покровное стекло выгнулось, что позволило мне продвинуть вату дальше и захватить еще одну камеру. Далее я воспользовался помощью холода. Ближайшая к ватке камера накрывалась охлаждающим гелем, и это вынуждало муравьев оставлять холодную камеру. И я без проблем передвигал ватку до следующего перехода и опять использовал холод. Так я выгнал муравьев из всех камер, кроме последней. Тут муравьи стали просто сверхагрессивными и никак не хотели оставлять последнюю комнату. Пришлось затыкать полностью вход в старый формикарий и с помощью кисточки вылавливать оставшихся товарищей. После поимки они перемещались на арену. Благо это получалось очень хорошо. Насторажило только то, что по столу бегало около 10 злых муравьев, которые пытались найти того обидчика, который нарушил им привычный уклад жизни и заставил перейти в новый дом. Это была, так сказать, небольшая предыстория. Теперь диакамы находились в новом чистом формикарии и можно было увидеть одну особенность. Посмотрите, чего не хватает. Яйца? Где яйца? Где личинки и коконы? Куда они все подевались? Раньше это выглядело примерно так. А теперь куда они делись? Пропали? Это реально настораживало. Также я отметил, что колония стала менее активная. На арене не носились больше веселые толпы диакам. Даже тараканы, которых я им давал, не все съедались и всегда несколько сирот сидело на растениях. Также они перестали выносить все остатки тараканов. Я задумался о том, что расплод могли просто съесть, ведь меня не было дома на новогодних праздниках. Эта теория была принята за истину, но она не стыковалась с другими колониями, которые не съели свой расплод. Вот, например, пожарники. Перед новым годом у них было всего два яйца. Это тоже было странно. Обычно у них 5-8 штук. По возвращению с нового года я думал, что яйца они 100% съели. Но яйца были на месте и начали переходить в стадию личинок. Потом личинки сплели коконы, но новых яиц также не было. Муравьи странно замерли над коконами и практически не двигались. Впали в какой-то анабиоз. Только когда я кидал им таракана, один из муравьев втаскивал его в камеру и постепенно таракан съедался. И то не полностью, и остатки также не выносились, а оставлялись с соседней камеры. Приходилось их убирать вручную, чтобы не развести клещей. Если мы посмотрим на капканчиков, то у них нет изменений. У муравьев несколько пакетов яиц, есть личинки, есть коконы. Все идет нормально, появляются новые муравьи. У винаторов тоже относительно все нормально. Новая матка отложила кучу яиц, из них появляются личинки, коконы. В общем, все идет своим чередом. Единственный вопрос, кто в коконах, но это уже вопрос второстепенный. Так что же с диакамами и пожарниками? У пожарников муравьи не погибали, следовательно, гомергат жив. У диакам, конечно, мог погибнуть гомергат, но яйца бы появились сразу и в большом количестве. Ответ прост. У них диапауза. Это подтвердили опытные ребята, с которыми я общался и спрашивал по поводу этого вопроса. Действительно интересный факт, с которым я не сталкивался при чтении информации по панеринам. Так что если у ваших тропических муравьев нет новых яиц и колония притихла, не стоит сразу паниковать. Может быть муравьи ваши находятся в диапаузе и решили немножко отдохнуть. Кстати, сейчас у пожарников все-таки появилось одно яйцо, но пока больше яиц нет. Вот такое сегодня получилось видео. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, он был познавательным и интересным. Если это так, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся в новых выпусках. Спасибо за просмотр и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!